Это финансовый регулятор. Звоню по такому вопросу, так как... Куда вы звоните? На этот номер телефона. А с кем вы разговариваете? Кому вы звоните? Этого я не знаю, поэтому я... Как это вы не звоните? Как вы не знаете, кому вы звоните? Если я звоню, я знаю, кому я хочу с этим человеком поговорить. Я понял. Давайте я объясню ситуацию. Этот номер телефона был указан при создании брокерского счета. То есть, эту группу брокеров, за кем числится этот счет, сейчас они лишились лицензии и они находятся под арестом. Нет, я работаю с брокерами. Не работаете? Я работаю. Я работаю. С брокерами, правильно? Да. Я работаю в Праге. Хорошо. Скажите, у вас может быть несколько счетов? У меня один счет, и я работаю на этом счете. Я работаю с брокерами очень много лет. Я не могу смотреть. Я извиняюсь. Это моя форма речи. Я не понимаю, какая форма? Форма речи. Ну, такой оборот. Какой оборот? Слов смотрите. Ну, как это можно смотреть, если я могу смотреть в окно, куда-нибудь? Это норма речи. Ну, я не понимаю. Буду пытаться не использовать этого в дальнейшем. В данный момент я вас набираю, потому что робо-брокеров, сообщества Europe Trade Ltd, лишили лицензии. Они находятся под арестом и разбирательством. Я так понимаю, что вы попали в число пострадавших инвесторов. Поэтому я и звоню вам, чтобы узнать об этой ситуации подробнее. Скажите, пожалуйста, вы до сих пор торгуетесь с брокерами? Конечно. И очень хорошо, и давно. Я понимаю. У меня, как это будет по-русски, на долгосрочные инвестиции у меня. И я получаю от них постоянный дивиденд. Я понял. У меня есть акция разных компаний. Хорошо. Во всяком случае, я звоню вам по факту, поскольку этот номер телефона был указан в числе пострадавших инвесторов. Нет, я не пострадал. Я не пострадал. Но у вас один счет, правильно я понимаю? Какой счет? Вы работаете с одним брокером? Конечно, конечно. Я работаю с банковским брокером. С банковским? Конечно. Много-много-много лет. Хорошо. Я понимаю, у вас тут чешский номер. Мы можем разговаривать по чешскому. Я очень плохо знаю, поскольку я приехал с другой страны и просто работал. Хорошо. А где вы находитесь? Нахожусь я в Чити, в городе Праге. Ну так я тоже в Праге живу. Я могу подъехать. Хорошо. Сейчас, секунду, я уточню. А почему вы выключаете звук? А почему вы выключаете звук? Я уточнял. А почему вы выключаете звук? Я не понимаю. Я уточнял, чтобы вас не нервировать лишними звуками. А мне это, наоборот, меня нервирует, когда отключают звук микрофона. Извините. Вы сейчас находитесь в Чехии, правильно я понимаю? В Праге. Я живу в Праге. Уже много-много лет. Хорошо. Так что вы хотели? У вас будет в понедельник время, чтобы вы могли сами разобраться в этой ситуации? В смысле разобраться? Ну так хорошо. Так пришлите мне на этот номер, смс с адресом. Я подъеду. Я вам сейчас его расскажу. Сможете записать его? Так вы мне напишите, пожалуйста, смс. Так вы в Праге. Мы разве не занимаемся. А так чем вы занимаетесь? Так что вы хотели от меня? Что вы хотите? С чем разобраться? Давайте я вас передам к специалисту. Так с чем вы хотите разобраться? Давайте я вас передам к специалисту, который общается на чешском. Может быть, вам будет удобнее. Потому что, ну, мне сложно вам объяснить ситуацию. Так я не понимаю, что вы, кому вы вообще звоните и какой мой номер счет? Что вы занимаетесь глупостью? Я вас не очень понимает. Вы сказали о том, что вы работаете с банковским счетом. А какая разница? Какая разница, где я и что я делаю? Что вы вообще хотели от меня? Скажите мне, пожалуйста. Хорошо, смотрите. Ой, извиняюсь, еще раз. То есть вы работаете с банковским? Я вам звоню. Какая разница, с кем я работаю? Да. Послушаю. Этот номер телефона был указан при создании брокерского счета. То есть он сейчас значится в блокчейн-системе. То есть кто-то оформил на вас, скорее всего, еще один счет. Хорошо, пускай оформляют, пускай зарабатывают люди деньги. У меня есть очень много защиты в банке по поводу моего счета. А дело в том, что они не смогут зарабатывать, поскольку они сейчас лишились лицензии и находятся в зарезе. Ну и пускай не зарабатывают. И пускай не зарабатывают. А при чем тут я и с моим счетом? Я вам звоню о том, чтобы удостовериться, что это ваш счет или нет. Так а вы что хотите... Подождите. Вы что хотите сказать, чтобы я бы продиктовал, может, номер своей карты? И еще что-нибудь или номер счет? Так что вы хотите? Нет, я просто в ситуации... Так разбирайтесь. Но я данные персональные никому я не даю никогда. Да, это хорошо. То есть никто не просит у вас никаких данных. Вы сможете сейчас уделить 15-20 минут свободного времени за компьютером, чтобы подать тебе запрос? Посмотреть, на вас ли оформлен этот счет? Я компьютер рядом не имею. Я сейчас... Вы посмотрите, какой... В Праге погод сейчас. Я сейчас нахожусь на пляже. Но... Хорошо. Тогда, может быть... Сегодня пятница. А что вы хотели? Я понимаю. Вам надо будет проверить, на вас ли этот счет. И если действительно этот счет в этом счету... Так, вы сами проверяйте. Ваши данные? Не понял? Вы сами проверяйте. У меня... У меня со счетом... Нет, Лидия, вы лично будете проверять. Нет, я не буду... Я не буду не заходить ни на какой сайт, потому что очень много... Очень много есть мошенников. Развод. Да, мошенников. Да, и очень много есть с Украины, потому что мы недавно смеялись, и один ролик записал мой друг, и мы хохотали очень-очень, и тоже, и тоже он в Праге живет. Мой компаньон. Да, и хотели, и хотели, и хотели, и хотели какой-то создать счет на 150 евро, а оказалось то, что он IP-специалист, и вычислили... Хорошо, по неделе к вас предназберет специалист, который разговаривает на ческом. Может, он вам подробнее расскажет об этой ситуации. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok